МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте! Сегодня мы находимся в здании Пензенского епархиального управления, где состоялась встреча с духовенством известного миссионера, проповедника, писателя и публициста, протеерея Андрея Ткачева. И перед началом мероприятия отец Андрей любезно согласился ответить на наши вопросы. Здравствуйте, отец Андрей! Основной темой вашей беседы сегодня с духовенством Пензенской епархии стала проповедь и то, как нужно и правильно это делать. Все-таки, что же такое проповедь священника? В одном из своих интервью вы назвали проповедью, подобием проповеди, преподавание даже закона Божьего в воскресной школе. Да, я не отказываюсь от этих слов. Я даже вам скажу, что, например, лекционная работа какого-нибудь преподавателя в ВУЗе тоже может быть сродни проповеди в зависимости от тематики, от способа подачи, от веры самого человека. Потом, например, музейные работники, проводящие экскурсии по галереям, залам музеев различных, тоже очень часто берут на себя нашу одежду. Они помогают нам. Так что проповедь – это очень широкое понятие. Вообще-то благовестие о Христе, которое поводом для этого разговора о Христе, скрытый или явный, есть скрытый разговор о Христе, есть явный разговор о Христе, поводом для которого, для разговора, может быть событие культурной жизни, может быть исторический факт, может быть просто разговор по душам. То есть это вообще многообразнейшее явление. проповедуют ведь не только верующие. Неверующие тоже проповедуют. Человек, убежденный в своих каких-то жизненных позициях и имеющий какую-то трибуну. Например, театральный режиссер. Это проповедник. Он проповедует свое. Газетчики, например, главный редактор какой-нибудь издания. Или журналист, или колумнист. Они проповедники. У нас просто допустим, практика, просветительская практика, когда были так называемые просветители, эти салонные говоруны французские, 18 век. С тех пор все проповедователи стали. Театр, газета, политическая трибуна, парламенты. Они все проповедники. Вы гляньте, каким запалом, какие речи они произносят. Эти речи потом записываются, потом анализируются. Только считается, что церковь пусть молчит. Церковь пусть молчит, пусть проповедуют политики в Сенате, в парламенте где-нибудь еще. Артисты, куплетисты, плотники и мухобои. Все пусть проповедут. Только пусть попы молчат. Ну и, конечно, это печальное явление. Это не сегодня возникшее явление. Это явление, уходящее корнями во французское просветительское движение. Так что много разных проповедей есть и должно быть. Если говорить о самых ярких, лучших образцах проповедей святых отцов, прошедших лет, столетий, даже тысячелетий, конечно, они не теряют своей актуальности и по сей день. Многие из них. Но ведь, наверное, все-таки каждое время и каждое поколение людей требует какого-то нового подхода, поиска новых форм подачи информации, которые священник хочет до прихожан донести. Вот сегодня на каком языке надо говорить современным верующим? В плане формы, мне кажется, то есть, например, там, фейсбук, там, или, там, телевизор, там, радио, здесь увлекаться не стоит. Все-таки самое ценное в проповеди, это ее апостольская характеристика, это от уст к устам, лицом к лицу от уст к устам. Некий минус проповеди тех святых, о которых мы говорим, то есть надо перевести их с русского на русский, во-первых, потому что, там, аще, уба, понеже, там, и так далее, эти витиеватости нужно убирать, и стилистику текста делать так, чтобы современный, не шибко филологически чуткий человек понимал простые вещи на простом языке. Но еще очень важно, что многие святители были образом жизни своим исключены из пестроты повседневной жизни. Берем, например, великого библеиста нашего и проповедника, и церковного организатора, Филарета Дроздова. Это уникальнейший проповедник. Но владыка Филарет видел пасту свою только в храме. То есть он, условно говоря, не ездил в маршрутке, да, то есть не ходил на базар. Он не был в магазинах, на торговых площадях. Ни инкогнито, ни со свитой. То есть не так, не так. Он говорил пастве с высоты кафедры, и все. Современный священник, да и священник времен Филарета, это человек, который, извиняюсь, там на базаре, например, семечки покупает, или там дровами запасается на зиму, да, то есть или там какую-то часть пути идет, например, с крестьянином по дороге, там с базара до села. То есть, в общем, это и облегчает священнику формы работы с людьми. Понимаете? Вот те книжные проповеди, которые остались в Золотом фонде, это часто проповеди тех людей, которые не погружены в действительность. Так, с той степенью погружения, с которой погружен священник. Например, это проповеди епископов, бывших монахами, да, монашистующих. А священник – это детный, семейный работяга, например, у него могут быть руки там иногда в солидоле, он может там что-то там чинить там в каком-нибудь там тракторе, там или в своей машине, у него может быть интересы там на огороде, у него интересы в детском садике, потому что внуки пошли или дети пошли, да, в садик или в школе, там он приходит на выпускной не только как свадебный генерал, а как родитель, да. Это погруженность в жизнь – это великий плюс нашего духовенства. Простому рядуному священнику, конечно, проще сказать то, что люди хотят слышать, потому что он знает, что люди, о чем они думают, что их тревожит, какой ропот идет по народу, чему народ радуется, чего тревожится народ. Допустим, боится войны, там не любит власть, там, значит, ропщит на поднятие центов, значит, там осуждают коммунальные службы за неубранный снег. Это все до епископа протекает, дотекает через длинную передачу, через многозвеневую передачу, а до священника это дотекает сегодня. Он такой же. И наши люди даже до конца не осознают этого великого блага, что наше духовенство, оно такое же, как люди. Это у католической системы священник учится лет 8 в семинариях разных своих, значит, он получает рафинированные знания, которых никогда не поймет прихожанин. И потом он живет целебатно, он без семьи, и он, как бы, вообще отделен от всех, там, и, как бы, он, конечно, на него может смотреть снизу вверх. А на наших смотрят, как бы, в упор, или даже сверху вниз. Но это великий плюс, это плохо осознанный нашим народом плюс близости нашего духовенства к обычному человеку. И, конечно, священник, он не должен быть, так сказать, у него и не получится быть ежедневным рупором Евангелия, чтобы везде, где он там не попадет, например, сядет в такси, например, и там начнет там сразу задвигать там таксисту. Нет. Но он должен быть готов заговорить с каждым, кто спросит его о чем-то. Раз. Во-вторых, во-первых. И во-вторых, он должен уметь говорить с людьми на житейские темы, добавляя в них соль евангельского учения. То есть можно говорить о чем хочешь. А то, например, под пост, например, там, скоро, а я никогда не постился. Да и не постись, как бы, что-то, ну, не хочешь, не надо. А зачем это? А вот затем тогда. А что есть вообще можно? Что же можно есть, если нельзя ни молока, ни мяса, ни сыра, ни яиц? А вот там то-то, то-то. Значит, вот тебе уже как бы и поклеился разговор там. А вы сами там, когда к Вере пришли? А вот так-то. А вы в армии служили? Служил. И вот все, вот уже там, говорит. Глядишь, полдороги, значит, полчаса ехали, когда, значит, вы подружили. Вот тебе моя визитка, батюшка, значит, звони, если нужно, я приеду. Спасибо. Ну, может, такси с денег не взять с тебя. Говорит, так приятно, первый раз батюшка ехал. А ты потом, значит, принимаешь от него какую-то просьбу, там, покрестить его внука, там, или ребенка, значит, или квартиру, и ту же машину новую осветить, например, ему. Вот эта интеграция с простым человеком, она нормальна. Она нормативна для нашего образа жизни. И это великий плюс нашего духовенства, что он женат и живет в миру. Ну, какие-то знания, наверное, все-таки проповеднику необходимы при этом? Знания, они накапливаются всю жизнь. Нет такого понимания в отношении знания, что ты там получил некую сумму теоретических и практических навыков, и потом тебе этого будет хватать всю жизнь. Нет. Знания накапливаются всю жизнь. То есть добродетельный муж всю жизнь учится, говорили римляне. То есть священник – это книжный человек, он не может без книг, он вообще не должен не читать. Вот кто-нибудь может не читать. Ну, скажем, там, не знаю, мясник, например, там, в местной лавке, он машет топором, там, и вырезает, там, какой-то вырезку, какие-то косточки рубит. И это с утра до вечера занимает свое время. А вечером он ужинает, смотрит телевизор, ложится спать, утром уходит на работу. Он может годами не прочесть ничего, кроме газет, с телевизионной программы. Священник не имеет права не читать. Он обязан читать богословскую, а также одобренную, такую хорошую, пропущенную через сито нравственные оценки, светскую литературу, плюс историческую литературу, плюс какие-то дневники, мемуары, там, то, да, все. Он должен быть книжником. Священник должен быть книжником, но не фарисеем. То есть книжником, но не фарисеем. И такой у Лискова есть такой рассказ. Так что знания приобретаются. Но если человек прожил на свете 50 лет, если у него и жена, и дети, а может быть и внуки, если он уже 20-30 лет стоит на исповеди, выслушивая горькие рассказы людей о своей судьбе, если он живет в этом мире, в этих проблемах, если он сам лечится в больнице, там, ходит в ЖЭК, оформляет субсидию. Не знаю, если он знает эту жизнь как бы не понаслышке, не как инопланетянин, а знает ее кожей. Ну, разве ему не о чем поговорить с людьми? К тому же он каждое воскресенье проповедует Евангелие. Это очень драгоценные кадры. Я еще раз обращусь, если позволить, к вашему интервью. И процитирую. «В разговоре об истине нельзя никого не обидеть. То, что не может отравить, не может и вылечить. Любое лекарство, обладая ядовитыми свойствами. Говорить то, что всем нравится, это значит работать в передаче в гостях у сказки». Похожие мысли встречаются и у святителей Григория, богословия Иоанна Златоуста, который именно о проповеди священникам говорил буквально следующее, что вы не ищете слова, способного произвести угрызение совести, а ищете такого слова, которое бы могло доставить вам наслаждение. Вот, конечно, это все, безусловно, требует порицания, но нет ли опасности, что современный прихожанин испугается через чернозедательные или обличающие риторики проповеди? «Да, конечно, есть. Но человек вообще стал очень нежен. Нежен, то есть его, знаете, как в притчах сказано, гордому прикоснись, он кричит, что шкуру дерут. То есть прикосновение к гордому человеку, оно воспринимается как сдирание кожи. Но это мы по себе можем знать. То есть любое слово «поперек», любой упрек, любое обличение очень болезненно воспринимается человеком. Но это не значит, что нужно гладить его всегда по шерсти. Искать намеренно повода обидеть человека не стоит. Но если ты, говоря что-либо, причёсываешь его против шёрстки, не имея в виду, как бы цель твоя не обижать, а цель твоя – там, блохо вычесать, то, в общем-то, делаешь нормально. И нам, мне кажется, нам не хватает такого плотного, близкого, любовного знания Ветхого Завета. Потому что если бы мы читали пророков, у нас бы эти вопросы даже не возникали. Или возникали бы гораздо более в таком смягчённом виде. Потому что уж как, например, ругался там с евреями, допустим, сладкоглаголевый Исаия, или там, что там говорил с ними, там, Еремия, то это просто там… Можете себе представить, что он, допустим, говорит, «На кого вы развиваете рот, дети блудницы?» На обращение к людям. Говорит, «Вы, дети позорной женщины, на кого вы рот раскрыли?» То есть слушайте, что я им говорю. А если не будет слушать, то там меч вас пожрёт. Уста Господни сказали, что меч мой напитаю кровью вашей. Вы что делаете? Так же говорил Иеремия. То есть мы… Так же говорили и другие пророки. Они позволяли себе гораздо больше, чем… Мы даже не знаем… Но мы не позволяем себе такого. Но и Христос не позволял себе такого? Позволял. Позволял. Почему? Он прямо говорил, что змеи, порождение ехидного. Это и предтеча. Кто внушил бежать от будущего гнева. А Христос говорил, значит, то же самое фарисеям и некоторым этим персонажам. Допустим, там про Ирода говорит, «Скажите лисице этой, что я там ещё один, два, три дня ещё работу свою делаю и потом закончу». То есть он мог спокойно сказать человеку, что он… Гроб покрашенный. На всякий случай. Это при том, что ритуальные законы чистоты, они запрещали прикоснуться к гробу. То есть сразу сказалось нечисто. Он говорит, вы… значит, вы гробой покрашены. Вот вам в лицо, например, сказано было. Или, например, женщина говорит, там, идёт за ним и кричит, чтобы он истрелил её дочку. Она язычница. Он говорит, нехорошо отнять хлеб у детей и дать псам. То есть, по сути, он говорит, ты собака, я ещё детей не накормил. Что же будут? Тебя, тебя, пса, кормить буду, а ещё дети голодные. А она говорит, да, и псы тоже лижут крошки под столом. И он тогда удивляется, что она принимает этот упрёк. Ещё только что собакой назвали. То есть любому из нас скажи, там, говорит, я хочу, там, Боже, помоги мне. Говорит, да ты пёс, а не человек. Говорит, я пёс? Это что ты себе позволяешь? Да, то есть мы сразу… Она нет. Она говорит, да, но они же тоже питаются под столом крошками. И он говорит, женщина велика, вера твоя. То есть это не просто вера, это ещё и такое уничижительное состояние. Говорит, да ладно, я собака, я трижды собака, ты дочке моей, помоги. Поэтому у Христа тоже очень много нелицеприятных слов. Он говорит, что кто, а он в фантике не заворачивал всё, что говорил. Говорит, умрёшь, значит, умрёшь. В ад, значит, в ад. Простите. То есть и пёс, значит, пёс. Змея, значит, змея. Так что это самое, и про свиней он говорил, и про собак. В нашем тут, когда ты говоришь русскому человеку про собаку, то русский человек улыбается, потому что, да, и Джим на счастье лапу мне, там, и там что-нибудь, там, белый бим, чёрное ухо. Но собака – это друг человека. А у евреев это не друг человека, это пёс. Пёс возвращается на свою блевотину. Это грязное животное, которое вечно лежит за собой, там, из себя же изверженное. Там, или свинья, там, идёт валяться в грязи. Он так и говорил. Собаки, псы, змеи у него присутствовали в речи. К современным верующим можно говорить на таком языке? У нас есть некоторые люди, которые купили себе право этим заниматься. Например, юродивы. Понимаете, вот мы в истории видим людей, которые… То есть любое право покупается и оплачивается. То есть ты можешь обличать, но должен заплатить за это. Например, ты не должен участвовать в тех грехах, которые обличаешь. Потому что было бы смешно и странно, да так никто и не делает. Например, там, греметь, например, на сребролюбцев, там, отдавая деньги в рост. Пусть я ростовщик, например, там, я сужаю людей деньгами под большой процент. Как бы я… Мне просто язык задеревенеет с кафедры, например, там, с самого вона, обличать сребролюбцев. Как правило, мы обличаем только то, в чём… От чего-либо освободились, либо не связаны с этим. А юродивы не связаны вообще ни с чем. И они могли всем говорить, там, что там, божница домашняя, а совесть продажна. Могу в глаза сказать, что царю, что постельничему царя, там, или сокольничему, там, или стольнику, что последнему продавцу пирожков на базаре. Всем в лоб. Это купленное право. А почему ты такой смелый? А потому что я сплю на земле и босой круглый год. У меня нет ни крыши над головой, ничего, только один твой крест на груди. – Нечего терять. – Да, у меня терять нечего. Голый, что святой, никого не боится. Поэтому, если оно, видите, без обличения, к сожалению, нельзя. Потому что папки и мамки наши – это, по сути, последние наши обличители. Которые ругают, обличают, таскают за вихры, за уши, значит, обзывают разными словами. Не потому что, там, уж совсем плохие, они совсем злые. Потому что иначе нельзя. Ну, что такое небитый человек, если честно? То есть, не плачь битый, плачь небитый, тоже юродиво говорят. Вот, а потом мы становимся взрослыми. И, говорит, мы уже, как бы, приобретаем некое достоинство, допустим, уже, там, профессору, ректору, там, милиционеру, там, кому-то еще. Что вы себе позволяете, там, не смеете, там, прикасаться к моей святыне. Я думаю, мы очень много теряем из-за этого. Ну, еще армия. Армия снимает стружку с человека, поэтому служить надо. Надо пацанам всем послужить. С женщиной стружка снимется в родах. То есть, женщина будет обстругана, как бы, родами. Причем, если их будет два, три, четыре, этих родов, этих будет, там, она и наблюется, пока будет вынашивать, там, и насмиряется, пока будет на кресло ложиться, там, она выслушивается от санитарок и врачей всякого, и наорется, пока будет рожать, как бы, и она встается ночью, пока ребенок будет плакать. Рожавшая женщина или неоднократно рожавшая, это то же самое, что бывший на войне мужчина. Поэтому с нее все это, слетит вся шелуха, если она будет матерью. А вот с мужика нужно эту шелуху снять. Она снимается родителями, может быть, тренером спортивной секции, может быть, старшими друзьями, обязательно армией, еще какими-то вещами, как бы, и что там, нянька-то, тогда уже человек, тогда уже его ругать не за что, он делает свое дело, знает свою жизнь. То есть, общаясь с теми, которые он под 50, как писал, там, появится, значит, мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе, чтобы приписать за свой счет что-то еще, за твой счет что-то еще себе. То же самое баба. То есть, к 50 человек нам смиренны. Болезни, неприятности, смерть маячит, силы уходят. Там уже гордиться не о чем. И вот это все... Честный разговор о жизни, он предполагает снятие масок. То есть, нам не хватает честного разговора о жизни. Телевизор пляшет и поет, как будто все хорошо у всех. На самом деле все плачут. Все плачут, телевизор пляшет. Это нечестно. Помимо встречи с духовенством, у вас сегодня запланированы беседы с верующими в Доме молодежи. Вот какие вопросы на таких встречах задаются вам чаще всего? Ну, самые разные. Есть люди очень начитанные и встревоженные какими-то процессами в обществе или церкви. Там они задают какие-то очень-таки тонкие вопросы, касающиеся истории, богословия, геополитики, апокалиптики. То есть, опять-таки, простые какие-то вещи, вплоть до самых простых, до заплесневевшей просфорки, или до какой-то упавшей иконки или потерянного крестика. Блок семейных проблем, мне кажется, самый важный блок проблем – это блок семейных проблем. Это взаимоотношения между поколениями, между полами. Отцы, дети, деды, внуки. Мужья, жены. Родить, не родить. Аборт нельзя. Вот это все. И так далее, и так далее. Это вот это все за что жить, как жить, когда жениться, когда не жениться, что делать, когда не берут. И вообще, это значит, где ее искать, эту единственную, и так далее, и тому подобное. Вот это все громокипящий кубок проблем, связанных с семьей – это самая животрепещущая вещь. Потому что цивилизация нам дала все сегодня. Дала нам стиральные машины, микроволновые печи, лифты, горячую воду в кране. Дала нам личный транспорт или общественный транспорт. Дала нам какую-то социальную защиту, дала нам понятие о своих личном достоинстве. Короче, мы такие вообще комфортно живущие, на самом деле, если сравнить с прежним поколением. А вот семейное счастье нас цивилизация забрала. У нас уже нет многодетных семей, там, дед с бабкой при самоваре, там, при лучении со сказками зимним вечером, там, все рядышком, все под носом, там, 5-6 детей, мало-мало-меньше. Вот этого всего у нас уже нет. У нас есть куча всякой чуши, такой, если так уже взвешивать это на весах, да, там, часы настенные, наручные, часы настенные, там, еще какие-то гаджеты, шмаджеты, всякие-то, какие-то, там, девайсы всякие, там, а счастья нет. И это очень мучает человека. Говорит, мне обещали счастье, подарили холодильник. Как бы, я одна, например, да. Мне 35, мне не нужно ни детей, как бы, значит, у меня два диплома высшего образования. Вот, свет, газ, телефон, горячая вода, как бы, значит, и абсолютно холодная постель, заплаканная подушка, и бессмысленная жизнь в дальнейшем, потому что, судя по всему, с каждым днем я теряю шансы на семейное счастье, допустим, да. Там или еще что-нибудь. Там или женщину бросили, например. Мы жили там, допустим, в коммуналке с мужем, там, рожали первых двух детей там, потом переехали в какую-то квартиру собственную, там, двухкомнатную. Потом он стал заниматься бизнесом, родили еще два детей, потом у него появились большие деньги, и потом, значит, на 20-м году совместной жизни он выкинул меня, как тряпку, значит, и женился на секретаршу. Что мне дальше делать? То есть бедность прожили вместе, детей родили вместе, как бы стал богатым, ушел к молодой. Как мне дальше жить? И вот в этом всем, как бы, варится человек. И об этом люди спрашивают, а что делать? Это не значит, что ты сейчас там шлепай, какой-нибудь там, какой-то гениальный рецепт какой-нибудь скажешь, значит, там, выйди на перекресток, значит, там, на три стороны, скажи, ну, там, что-нибудь там, вот, и придешь домой, муж будет дома. Ну, конечно, нет. Но просто поговорить об этом человеку хочется, и хочется услышать слово понимания, слово сострадания, ободрения. Ну, и вот в этом мы и барахтаемся, в общем, на этих встречах мы барахтаемся часто в семейных вопросах. Это самая большая проблема нашей жизни. А есть ли у вас любимые вопросы, то есть любимая тема, на которую вы любите рассуждать? Да, мне нравится говорить о Священном Писании в той широте, в том объеме тематики, проблематики, в которой я хоть что-то понимаю. Потому что есть такие вещи, которые я не понимаю, я уже там пугаюсь об этом говорить. Но там, где я знаю что-то более-менее, мне нравится говорить вот об этом. Еще мне нравится говорить о литургии, о богослужении. Но, в принципе, еще мне нравится, знаете, что еще мне нравится? Мне нравится все то в светской культуре, что тайно говорит о Евангелии или незаметно подводит человека к Евангелии. Я не люблю это выражение. Христианские ценности – это что-то такое, знаете, это типа борьба за духовность без единого слова про Христа. Мы должны быть духовными, у нас должны быть традиции. То есть, говорил полчаса про традиции, про духовность, ни разу не упомянул имя Господа Иисуса Христа. Христианские ценности – это одно из таких словосочетаний. Это нормальное словосочетание, конечно, только нужно его расшифровать. И что мы имеем в виду под христианскими ценностями? То есть, а где они, например, накладываются и совпадают с мусульманскими или иудейскими ценностями? Там же есть огромное поле совпадений. Да? Допустим, вера в воскресенье мертвых. Это общая аврамическая ценность, не только христианская. А что такое христианского, собственно, христианского, чего нет ни у кого? Это стоит об этом подумать. Это вообще интересная вещь такая, чтобы не просто произносить слова, а наполнять их конкретным смыслом. Для этого надо покопаться. Опять-таки, поговорить об этом слухом. Мне нравится все, что касается литературы, кино и живописи. Музыку я знаю хуже гораздо. Живопись тоже плохо знаю. Кино не очень хорошо знаю, литературу знаю чуть-чуть лучше, но тоже плохо. Но мне нравится все вот это, где разбросаны евангельские зерна. Следы евангельского присутствия рассыпаны во всей нашей культуре и истории. Мне нравится находить эти зернышки и указывать на них людям. Говорят, смотри, вот, например, там какая-нибудь песня. Там, ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Это же такая евхаристическая песня. Она должна быть, она может быть пропета только в христианском народе. То есть китайцы про хлеб такого не поют, у них общий риск, главная культура пищевая. А у латиноамериканцев, хотя они христиане, у них там маис, например, да, кукуруза, короче. И так таких примеров, а вот у нас хлеб, и там хлеба к обеду в меру, и хлеб драгоценности им не сари. Вот Евангелие не проповедовали в детстве нам, но эти вещи висели у нас в столовой, я их помню. И мы себе не позволяли бросать хлеб на пол. И мне кажется, это тоже след Евангелия, потому что это только в христианском народе, который знает, что такое причастие, который говорит, хлеб наш на сущне, даже нам днесь. И только там может быть такое отношение к хлебу. Именно не к рису, значит, не к кукурузе, значит, не к чему-нибудь еще, а к картофелю, например. Картошка, если упала на пол, как бы так страха нет. А если хлеб упал, как-то, извините, поднимают, поцелуют. Вот, это следы, следы христианской цивилизации. Мне нравится все, что с этим связано, и я вынюхиваю все это в жизни. Не с утра до вечера, конечно, но там, где я на это набредаю, там я останавливаюсь. Пытаюсь запомнить, а потом, если будет Бог благословит, если потрафит случай, то я пытаюсь об этом говорить людям, потому что им тоже это интересно. Отец Андрей, могли бы Вы что-то в двух словах пожелать или дать какое-то напутствие нашим священникам и нашей пастве? Священникам давать напутствие я не могу, потому что это сам священник. Значит, как Пушкин писал, людей я коих не сужу, поскольку к ним принадлежу. Я знаю, что такое священники, и для них я собрат и сослужитель, для многих младших по возрасту. Поэтому мне ли их учить? Мне единственное, что мы прощаемся, я пожелал им, братьям здесь живущим, то есть я как гость, на правах гостя, у меня могут быть права для благословения, для какого-то пожелания, именно как у гостя, потому что гость в дом – это Бог в дом. Это вот такое уважительное отношение к страннику, к гостю, случайному или намеренному гостю. Это очень важная черта тоже авраамической веры. Авраам принял к себе в шатер Бога, не зная об этом, он просто путников привел к себе, а оказалось, к Господь к ним пришел. Так вот, я говорил нашим отцам, что я им желаю, первое, чтобы те из них, кто из них женат, чтобы они любили своих жен и чтобы они в ответ чувствовали, питались, радовались о любви жен к ним. То есть, чтобы между мужем и женой был мир, потому что если там нету мира, то ничего больше не будет. Священник будет недееспособен. И потом, второе, я пожелал им, чтобы у них, в случае, если у них есть дети, чтобы дети не печалили, их не огорчали, чтобы они были за них спокойны и радостны, что дети, у них все в порядке с головой и сердцем. Они ходят по жизни прямо. И третье, я пожелал им, чтобы наступивший Великий пост был труднической страдой, такой страдой, чтобы на Пасху в каждом храме прибавилось по три, четыре, пять овечек, которые нашли для себя Господа Иисуса Христа, чтобы у каждого на приходе паства расширилась, исчезла кающихся людей, обретших Бога в период Великого Поста. Вот такие три пожелания я им на правах гостя пожелал. Если Господь примет это как хорошее благословение и благословит это все, исполнит это, ну, что ж, я буду рад, это будет хорошо. Большое спасибо за интересную беседу. Я напомню, сегодня мы общались с известным проповедником, миссионером, писателем и публицистом протоиереем Андреем Ткачевым. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин